Итак, друзья, ответ на долгожданный вопрос, как начать играть на фортепиано. Здравствуйте, меня зовут Артём Теунов, я преподаватель фортепиано и теории музыки, и сегодня я вам пошагово расскажу, как начать и сделать это максимально просто. Для начала давайте с вами выучим непосредственно ноты на клавиатуре. Сейчас я положу микрофон. И поехали. Если вы посмотрите на клавиатуру, вы увидите паттерн. Две чёрные клавиши 3, две чёрные клавиши 3. Видите, он повторяется на протяжении всей клавиатуры, куда бы вы ни взглянули. И теперь смотрите. Мы сейчас запомним с вами ноты так, чтобы никогда больше их не забыть. Вокруг, извините, у меня тут ремонт у соседей. Вокруг двух чёрных у нас до и ми. А между двух чёрных у нас нота ре. То же самое, если мы поднимемся на октаву выше. Вокруг двух чёрных у нас до, ми, посередине ре. И вот здесь вот видно, да? Две чёрные. До, ми, ре. И вот если мы все вместе их сыграем, то у нас получится один и тот же звук. До, ми, ре. Сейчас я вас приглашаю тоже вот так же сделать. Нажимаете вторым-третьим пальцем. Давайте сразу пальцы учить. Это указательный и средний. И затем играете средний между ними. До, ми. До, ми. До, ми. И посередине, как мы уже сказали, клавиша ре. Между двух чёрных. Теперь, что касается трёх чёрных. Вокруг них находятся клавиши фа и справа си. И самое главное, запомните раз и навсегда, что внутри них сначала соль, потом ля. Ля, соль. И теперь играете. Три чёрные. Надеюсь, меня будет нормально слышно. Фа, си. И посередине соль ля. Фа, си. Хорошо, теперь шаг второй. Постановка рук и использование естественного веса руки. Постановку рук, я думаю, вы это словосочетание уже слышали, так как интересуетесь фортепиано. Сейчас я вам покажу, что это такое. Для этого вам просто необходимо опустить руку. Вот так ей потрясти предплечьем вверх-вниз, вверх-вниз. И просто свободно положить на клавиатуру. У вас, естественно, пальцы приобретут вот этот вот колоннообразный вид. Они будут слегка закруглены. Кончики пальцев смотрят вниз. Единственное исключение у нас это первый палец. Он у нас кладётся боком своей стороной. И теперь спокойно просто сыграйте, ну, две-три ноты любых. С первым-вторым пальцем. Хорошо. Вот мы с вами уже поставили руку. И посмотрите теперь, как выглядит кисть. Кисть у нас находится вровень с инструментом, вровень с клавиатурой. Она у нас может быть ниже, может быть выше. В определённых ситуациях, когда мы играем, это может быть использовано также. Сейчас мы поговорим с вами про вес руки. Мы с вами опускаем руку, опускаем кисть чуть ниже клавиатуры. И вот сейчас первым-вторым пальцем мы с вами будем вырабатывать связь между вашим плечом, плечевым суставом и клавиатурой. Мы первый палец опускаем. В этот момент у нас поднимается кисть. И как бы идёт... Идёт толчок от плеча. Это выглядит примерно так. И следите, что вес вашей руки от самого плеча прям идёт в кончик пальца, вот сюда. И ни в коем случае, чтобы он не застревал в кисть. Именно представьте мысленно, что вот эта энергия, она вот так вот идёт и прям в конец пальца. Хорошо. То же самое проделайте с левой рукой. Здесь, соответственно, у нас будет вниз первый-второй. Вот они, первый-второй. Хорошо. Следующий шаг у нас. Мы с вами выучим ваши первые ноты на нотном стане. Нотных стана, так как мы играем двумя руками. Каждая рука у нас производит звук. У нас два нотных стана. Для правой руки это верхний со скрипичным ключом. А для левой руки верхний, ой, нижний с басовым ключом. Ключи у нас для того, чтобы читать ноты по высоте. От скрипичного ключа, это примерно до, перед которым вы сидите, и выше. А басовый ключ это до и ниже. Они нам очень сильно экономят бумагу и задачу, потому что, если бы нам пришлось скрипичным очень низкий звук записать, то там бы было очень много добавочных линейк. Но мы сейчас об этом позже поговорим. И сейчас вот первая наша с вами песенка. И мы сразу же выучим первую длительность. Это сколько будет длиться ноты по количеству ударов. И вот смотрите. Здесь у нас в басовом ключе до первой октавы. И также вот до первой октавы в правой руке. Это одна и та же нота, но записана она по-разному. В басовом ключе сверху нотного стана этих пяти линейк. А в скрипичном ключе тот же самый звук, это нота снизу нотного стана на добавочной линейке. Это у нас целая нота. Она круглая, без палочки не закрашенной. И она содержит в себе четыре удара. Четыре доли. И вот мы нажимаем свободной левой рукой. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Опять левая, 1, 2, 3, 4 Второй раз левая, 2, 3, 4 И правая, 2, 3, 4 1 2 3 4 теперь в конце вы видите значок вот этот вот с двумя точечками он у нас означает репризу это реприза означает что то же самое нужно сыграть второй раз сейчас мы этого делать не будем мы движемся к следующей песенке в которой мы выучим уже вторую ноту это будет песенка исключительно для правой руки и вот смотрите мы с вами берем тут подписаны пальцы до первым пальцем и ре вторым указателем и играем 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 дальше интересные нотки у нас пошли закрашенные с палочкой это четверти четверть она у нас занимает одну счетную долю на одну ноту если до этого было четыре счета мы должны были держать то здесь по одному счету это выглядит так 1 2 3 4 1 2 3 4 переходим к левой руки тут у нас появляется нотка си обратите внимание движение вверх на нотном стане означает движение вправо на клавиатуре движение вниз на нотном стане как скрипичным так и в басовом ключе означает движение в лево на клавиатуре и вот поехали у нас тут же тут такой же ритм посмотрите целая 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 по четыре счета на каждую дальше идут четверти 6 четвертей по одной счетной доли на каждую дальше идут у нас опять две целые нотки поехали раз два три четыре 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 и две точечки в обоих нотных станок знак повтора как вы уже знаете и сейчас давайте мы с рук с вами выучим вашу первую мелодию вы думаю знаете всего саду левогородием эта нота у нас эта мелодия у нас состоит из трех нот давайте вспомним что у нас вокруг трех черных фа си нам нужно фа потом вокруг двух черных у нас доме нам нужно ми и внутри двух черных у нас ре и сейчас мы с вами выучим мелодию в осаду левогороди она у нас будет состоять из четвертей и в конце у нас появится новая длительность половинная которая занимает две счетных доли она выглядит как пустая нота с палочкой и так ноты давайте выучим первую фразу два раза фа потом ми два раза три раза 1 1 2 фраза у нас повторного строения она такая же почти как первое за исключением конца опять фа фа два раза два раза и в конце две половинные ноты два счета для 1 2 3 4 2 половинных до этого четверти были теперь давайте подсчет 1 2 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 и заключение урока приглашаю вас всех к себе в инстаграм и кто хочет записывайтесь на урок пишите в директ также если вы хотите меня поддержать то в описании будут реквизиты карты вместе с инстаграмом и друзья до скорого подписывайтесь на канал ставьте большие пальчики вверх и жмите на колокольчик всем всего доброго и успехов в изучении фортепиано